Экономическая деятельность Совокупность действий на разных уровнях хозяйствования, в результате которых люди удовлетворяют свои потребности посредством производства и обмена материальными благами и услугами. Существуют разные измерители экономической деятельности, основными из которых являются воловой внутренний продукт и воловой национальный продукт. Воловой внутренний продукт – это рыночная стоимость всех товаров, произведенных за определенный временной отрезок на территории конкретной страны. На данный показатель не влияет наличие в государстве предприятий, принадлежащих иностранным компаниям. Это сумма всех товаров и услуг, которые были произведены или предоставлены на территории страны за ограниченный период времени. Чаще при расчете этого показателя используют данные, полученные за 12 месяцев. ВВП расшифровывается как «Воловой внутренний продукт». Эта сумма учитывает производство всех товаров, выпущенных на территории страны, включая те, что были отправлены на экспорт и на запасы. Для понимания сущности понятия необходимо установить, что включает в себя ВВП. Этот показатель измеряет только количество конечного продукта, произведенного в стране, что означает следующее. Любая продукция, которая в дальнейшем идет на изготовление другого изделия, не входит в состав рассматриваемого термина. Существуют два вида волового внутреннего продукта. Номинальный, реальный. Номинальный ВВП. Это стоимость всех произведенных обществом конечных товаров и услуг в определенный период времени, обычно за год и выраженный в текущих ценах. Реальный внутренний воловой продукт. Это сумма конечных стоимостей всей произведенной в стране продукции, выраженная в реальных ценах периода, который выбран в качестве базового. Другим измерителем, макроэкономическим показателем, является воловой национальный продукт. ВОЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. ВНП. Это совокупная рыночная стоимость всего объема конечного производства товаров и услуг за один год, как внутри страны, так и за ее пределами. Конечного, то есть покупаемого для непосредственного использования, а не для перепродажи или дальнейшей обработки и переработки. При расчете ВНП на душу населения становится понятным уровень жизни и благосостояние в регионе или в государстве в целом. Индикатор дает представление о количественных производственных критериях, рассчитанных на одного жителя государства. Простыми словами, элемент позволяет оценить величину дохода каждого гражданина страны, если бы весь национальный доход был бы распределен между ними. Он является приблизительной мерой оценки благосостояния, поскольку не учитывает такие факторы, как неравномерность распределения дохода между гражданами страны ввиду деления населения на несколько классов благосостояния, неучтенность результатов труда, осуществляемых в режиме теневой экономики, отсутствие учета нанесенного вреда природным ресурсам, уравновешивание значения полезных и вредных для общества продуктов, ценность свободного времени, экономический рост это основной показатель увеличения экономических благ всех субъектов рыночных отношений, при этом в государстве воловой внутренний продукт служит официальной мерой экономического роста и показывает, насколько быстро и в полной ли мере производятся продукты потребления для населения страны. Факторами экономического роста являются количество и качество природных ресурсов, количество и качество трудовых ресурсов, производительность труда, образование и профессиональная подготовка, объем основного капитала, новые технологии. Различают два пути экономического роста. Экстенсивный путь экономического роста, увеличение выпуска продукции, достигается за счет количественного расширения используемых факторов производства. Например, устанавливается большее количество оборудования, осуществляется прием дополнительных рабочих, увеличиваются площади обработанных земель, разрабатываются новые месторождения, технология производства при этом остается неизменной. интенсивный путь интенсивный путь экономического роста. Увеличение выпуска достигается за счет качественного улучшения используемых факторов производства. К таким факторам можно отнести повышение уровня квалификации рабочей силы, использование достижений научно-технического прогресса, перераспределение ресурсов, то есть капитал и рабочая сила переходят из низкоэффективных отраслей в высокоэффективные, приводят к повышению отдачи капитала и повышению производительности труда. Экономия от масштабов производства. Чем выше объем производства, тем ниже затраты на единицу продукции, на рекламу, сбыт и тому подобное. Период экономического цикла. Промежуток времени между двумя одинаковыми состояниями деловой активности. Основные фазы экономического цикла. Первое. Подъем. Оживление. Рост производства и занятости населения. Инфляция невысока, при этом спрос повышается, так как потребители стремятся совершить покупки, отложенные во время предыдущего кризиса. Внедряются и быстро окупаются инновационные проекты. Второе. Пик. Высшая точка экономического роста. Характеризуется максимумом деловой активности. Обычно усиливается инфляция, поскольку рынок насыщается товарами и растет конкуренция. Срок окупаемости увеличивается. Бизнес берет все больше долгосрочных кредитов, возможность погашения которых снижается. Третье. Спад. Рецессия. Снижение деловой активности, объемов производства и уровня инвестиций ведет к росту безработицы. Наблюдается перепроизводство товаров. Цены резко падают. Вследствие этого снижается объем производства, что ведет к росту безработицы. Это вызывает снижение доходов населения и, соответственно, сокращение платежеспособного спроса. Особенно продолжительный и глубокий спад носит название депрессии. Четвертое. Дно. Низшая точка деловой активности характеризуется минимальным уровнем производства и максимальной безработицей. В этот период расходится избыток товаров. Часть по низким ценам, часть просто портится. Падение цен прекращается, объемы производства немного увеличиваются, но торговля пока протекает вяло. Поэтому капитал, не найдя применения в сфере торговли и производства, стекается в банки. Это увеличивает предложение денег и ведет к снижению процента по кредитам.